Это у вас из Писа. Вот, берите. Иду в гости к бабушке. Наш суп готов. Орехами. Там детская площадка. Друзья, всем добро пожаловать на мой канал. И саламу алейкум. Сегодня у нас с вами максимально неожиданный влог. Я очень давно не снимала видеоролики. В общем, сегодня у нас, иншаллах, будет совместный ифтар. Мы приехали снова к нашей тете. И сегодня очень хороший день, потому что сегодня приехали бабушка с дедушкой. Это Имран показывает вам сердечки и просит, чтобы вы ставили лайки под этим видеороликом. В общем, мы начинаем наш день. Всем хорошего настроения, а также приятного просмотра. Здесь очень хороший ветер. Прям очень хорошо. Ходи, эти надо поставить лайк. Да, Иман говорит, что нужно поставить лайк. В общем, очень вкусная вещь. Называется письмание. Почему? Потому что, видите, везде остаются вот такие вот следы и надежды и на теле. Поэтому. Сейчас я иду в гости к бабушке. Потому что я сейчас покрою двери. Вот там Имран орёт, а там живёт на иншаллах. Прям очень хорошо. Будем очень часто теперь в гости приезжать. Иншаллах, конечно же. И ко мне. Пеки. Пошутила. В общем, я как-нибудь вам проведу иншаллах экскурсию. Мы сейчас готовим здесь с мамой, точнее, накатываем котлетки для супа. Сейчас. Должны получиться вот такие вот шарики. Нормально, да? Нормально. Друзья, смотрите, показали нам как сделать быстрее. В общем, я беру две по куска и вот так вместе закатываю. И получается поле по кусочкам. Бабушка сказала, ну, посмотри. Вот такие вот шарики. Здесь мама крутит. Я хочу вам, знаете, кое-что показать. Здесь сестра. Сестра, всем привет. В общем, тетя здесь готовит сладость, которая готовится, ну, прям, исключительно в месяц рамадан, можно сказать. Называется гуляч. Гуляч. Сейчас я вам, в общем, покажу тоже, как его готовят. Здесь у нас готовится что-то типа сиропа. Там молоко и сахар, да, только? Да. Там только молоко и сахар. Оно должно немножечко прокипятиться, сахар должен оставить, и потом уже начинают собирать, гулять. Друзья, здесь стоит, смотрите, какой красивый букет. Это, если что, букет невесты. Моей тетю, она это использовала на своей свадьбе, и в качестве, знаете, воспоминания, она сохранила его, и оно всегда либо в салоне было раньше, где они жили, а сейчас у них стоит на кухне. Очень красивый, вот такой вот. Мы продолжаем до сих пор на шарики закатывать. Осталось... О, очень мало осталось. Сейчас будет готово. Друзья, добавляем мяту. Сюда нужно только мяту, да, добавить? Обжаривать нужно на сливочном масле наши шарики, котлетки. И там суп тоже закипает. Нужно их просто подложить туда, и всё, да, выключаем. Или нужно, опять же, их обваривать. А зерно, всё, накопатуры. А, березчик. Друзья, для основы гуляча идёт у нас вот такое вот, типа что-то типа лаваша, но оно сделано из риса. Здесь уже добавляем. Наш суп готов. Нужно немножечко там подождать и выключаем огонь, как я уже говорила вам. Или оно уже выключено? Огонь уже выключен, видите? Угу, попал. А, капотин ска. У нас суп готов. Береки практически тоже готовы. И всё, сейчас я буду делать этот, гуляч. Очень ответственный момент, в общем. На самом деле, получается очень вкусно. Мы в прошлый раз пробовали у тёти. Теперь мы, наверное, тоже отныне вместе в маржимак будем готовить чаще именно этот суп, потому что реально очень вкусный. В общем, здесь сестра с мамой здесь накручивают бюреки, пачанга бюреи. Здесь у нас пастырма, сыр, немножечко там болгарские перчики. Перчики их обжаривали. В общем, нужно их вот так вот закручивать и потом обжаривать на масле. Смотрите, как оно выглядит. Я не взяла с собой штатив, поэтому мне приходится ставить камеру вот таким вот образом. в общем, друзья, это лаваш из риса. Знаете, когда я попробовала, мне напоминает кашу из риса, рисовую кашу. Вот. Потому что оно из риса. Сейчас я буду резать посерединочке. Бисмилля. Касаем на клюксу. Бисмилля. Вот так. Вот так. Прям обеленько. Прям до середины. Потом в середине у нас будет орехи измельчённые и потом опять же там 3-4 слоя сделаем. Сейчас обильно нужно посыпать орехами. Отпускают мыльные пузыри. Их здесь так много. Наверное, на камере их не будет. Видно, видите? Только я не поняла, откуда. Вроде сверху, наверное, какой-нибудь ребёнок на балконе сидит. Сестра здесь обжаривает пачанковый рейк. Это, знаете, как типа наши местные... Как наши местные пирожки. Готовится быстро, легко и при этом получается вкусно. А здесь тётя приготовила ещё и хумус. Так что будем сегодня есть ещё и хумус. Вот. Друзья, у нас осталось буквально несколько минут до Эфтары. Мы решили с детьми немножечко прогуляться. Вышли на площадку. Мы здесь играли в баскетбол. Сейчас минут где-то, наверное, через пять мы соберёмся уже домой. Кстати, я забросила где-то четыре или три мяча, так что я в баскетболе шарю. Там детская площадка, а здесь вот такая вот зона для тех, кто хочет, точнее, любит играть в мячи. И там есть зона для великов. Друзья, это рамазан пиде, который готовит исключительно в период рамадана. Выглядят они вот так. Это как наши лепёшки. Огромные, очень мягкие. Называется пиде. И у нас здесь такой вот стол. Сейчас мы будем накладывать еду. Мы всем налили воду. Это у нас финики. Клубничка, хумус. Короче, вот это здесь готовят. И у нас здесь, когда откроется, мы покажем. Там найдяйся. Бадемли пилёв. Бадемли пилёв. На русском чё было, я забыла. В общем, это плов с миндалём. Да, вот с миндалём. Совсем скоро оно уже приготовится. Я уже постоянно говорю, вот сейчас приготовится, сейчас приготовится, потом покажу. В общем, реально, сейчас мы уже сядем, и откроем наш пост. В общем, на второй у нас вот так вот получилось. Сейчас я попробую, я впервые попробую такой вот вид плова. Очень интересно. Если вы тоже кушаете, приятного аппетита всем. Друзья, наш десерт готов. Вот так он получается. Мы его разрезали и подали уже. Решили украсить клубникой. Знаете, он ещё напоминает холодную баклаву. Вот так вот получается. Всем, в общем, ещё раз приятного аппетита. нам тоже в том числе. Наш чай практически готов. Мы сейчас присоединились. В общем, каждый раз, когда вот наступает рамадан, магазины прям набиты тестом, в общем, лавашом для гуля... гуляча? Гуляча? Гулича? Да, вот. И его очень хорошо едят здесь. Дэна, Ангстон, сестра. А вот Кадефэм и еще у студики. Кадеф. Он не знал. Знаете, напоминает как будто внутри маршмеллоу и постаршки, в общем. Непонятно, сколько объяснить. Снова вкусно. Хадей Смайль. А, Хадей Смайль. Еще есть вот такие вот сладости у тети. Принес ее муж. Очень вкусные. Мы уже попробовали. Иману понравилось. Здесь разные вкусы, да? Да. Еще надо быть мамоли. Сейчас попробуем. На этом я с вами прощаюсь, друзья. С вами была, как всегда, Нилу Фар. Подпишитесь, если вы все еще не подписаны. До скорых встреч. Пока-пока.